Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал, сейчас мы с вами посмотрим досик от Руди, которого мы прям очень давно не смотрели, и вкладку с которым я закрыла, они все в порядке, вот она, RPG мечты 8, я почти уверена, почти уверена, на 90%, что все предыдущие RPG мы смотрели, ну, имеется ввиду, что 1, 2, 3, 4, это очевидно, что мы смотрели, А вот насчет 5, 6, 7, я немножко сомневаюсь, но как будто бы было, как будто бы было, в общем, у нас тут Руди, Сася Чайерос, поехали, ссылочка на оригинал в описании, лайкосик, подписчик, колокольчик, очень приветствуется, поехали Категорически против употребления наркотических веществ, никого оскорбить мы не пытаемся, все сказанное в видео, это юмор, о боже, что-то у меня флешбек лон на зонтике, все нормально, все хорошо Прошло немало времени с предыдущей части RPG мечты, запрошенные лайки собрались уже давно, и большинство людей с нетерпением ждали продолжения, и может возникнуть вопрос, чем же развлечь себя, пока ждешь новое видео от Руди? И именно в этой ситуации помогут наши друзья-партнеры с шикарным бесплатным предложением, Сирус, это лучший бесплатный проект по вору, в сутки, летние скачки, проводки, но очень хорошая подворка, очень хорошая Я не помню, Руди раньше была реклама Всем здоровенько, это уже восьмая часть RPG мечты, я знаю как долго вы ее ждали, учитывая, что под прошлой частью лайки давным-давно собраны и комментов было много, но на создание этого видео у меня ушел целый месяц, и я в одиночку нарисовал 140 слайдов Так что если хотите продолжение, давайте соберем под этим видео 120 тысяч лайков Если лайки наберутся, то продолжению быть Ваша активность решает будущие рубрики, так что не ленитесь и ставьте свою оценку внизу Ну а теперь, все, кто смотрел предыдущие части, мотайте на этот тайм Но мы не будем перематывать, потому что... Ой, как классно! Ой, как классно! Делать, ну и вот вы поиграли, в итоге оказалось неожиданно смешно Я это все смонтировал, визуализировал и, соответственно, предлагаю вам оценить сие творение Так что делитесь мнением в комментариях, ставьте лайки и приятного просмотра! Итак, quick start! Фэнтези мистер Режим без кастом Не, это апокалипсис Какой детектив без апокалипсиса? Реально! Ну, например, любой детектив по сказку, которая описывает пару приложений о том, с чего вы начинаете Я великий детектив Кок Диккенсен Я живу в Сандри Лондона в конце 19 века Мне тут нравится Иду в конце 19 года Я такая, что, ковид, что? Кормят кожа не холопа Не холопа Кормят вкусно Денег нет Денег нет, но есть напарник, которого зовут Диптрот Джон Диптрот, да Я великий детектив Кок Диккенсен Я живу в Сандри Лондона в конце 19 века Мне здесь нравится Еда очень вкусная Жилье теплое Денег нет Но есть напарник, которого зовут Джон Глубокая Глотка В мою дверь постучали Я слуга мистера Диккенсена Уходи, я сейчас занят Кричу я Это срочно мистер Диккенсен Стреляй в дверь Стреляй в дверь Я направляю пистолет на дверь и стреляй Пуля проходит через дверь Когда слишком гостеприимный А затем дверь падает За дверью оказалась моя мама За дверью была мертвая мать Напарника Ноги мои Дверь падает За дверью была мать моего партнера Я не видел ее много лет Ладно, надо сказать типа Это странное убийство Нужно разобраться Как же это произошло? Я смотрю в свою комнату Я вижу стол Я стреляю по столу Стол разлетается в щепки Я стреляю в стул Стул отлетает Я стреляю в окно Окно разбивается Я стреляю в стену Опять же великого дома На шум выстрелове Грохот стен К вам в дом Вбегают соседи Стреляют вам в голову Конец! Конец! Вы просыпаетесь После передозировки опиума Вы лежите в постели Опиум плавает в твоей крови Опиум покинул ваш организм До свидания, до завтра Дверку закрыл Шляпку надел так? Да, да, да Я буду не упадать, да Пёрнуть с облегчением И сказать типа Это было всего лишь сон Передоз опиума Вы пукаете с облегчением и говорите Фух! Это была просто передозировка опиума В комнату Ваза как будто бы Напарник Джон Глубокая глотка И что? И что он делает? И сосак начинает Что еще делать? Партнер Джон Диптротт входит в комнату Джон говорит Одевайся дурак На соседней улице произошло убийство Нужна твоя помощь Я набрасываю пальто и выхожу на улицу Со своим партнером Пойдем расследовать это убийство Кто-то застрелил женщину на чердаке Вы подходите к зданию напротив И поднимаетесь на чердак Где мы, черт возьми? Мы на чердаке Особняка Я знаю, что это Говорит Джон Я тоже знаю Кажется, мы лучшие детективы Я знаю, что такое чердак Я тоже знаю Весье раскрыто Весье раскрыто Вы исследуете чердак в поисках Улик и следов убийцы Ну найди револьвер у себя в кармане Вы находите револьвер в кармане Я нашел револьвер в кармане Говорю я Что это доказывает? Говорит Джон Это доказывает, что я отличный детектив Мы отличные детективы Говорит Джон Когда он на такие вот эти стоят Скажи типа Надо бросать опиум Вы говорите Кажется, пора завязывать с опиумом партнер Я знаю Говорит Джон Говорит Джон Ты под кайфом от опиума Давайте купим опиум Как-то в этом видосе мне тоже заходит как-то слишком Слишком Хотите получить немного опиума? Говорит Джон Мы можем достать опиум где угодно Говорю я Где? Такие у курки с красными глазами Света Трупа курят в трубке Пойдем на улицу и купим опиума Говорит Джон Хорошая идея Говорю я Мы покупаем опиум на улице Нам, пожалуйста, как обычно Как обычно Как обычно Слышь, к любови барыги подходите просто Вы говорите Пожалуйста, как обычно Все как обычно Говорит Джон И мы ложимся спать Ты не детектив Ты ланичий бомж наркоман Этого еще кто-то не понял Погодите Вы просыпаетесь От передозировки опиума Я не могу вспомнить От нее не просыпаюсь У нас опиум Мы получили опиум из этого опиума Притона Все как обычно А может вернемся обратно к трупу Не разговаривай с Джоном Он предложит опиум А ты не сможешь отказать Вы говорите Мы вернемся к трупу, Джон Нужно проверить его Я согласен Пора еще раз осмотреть труп Идем на чердак Сейчас тела нет Убийца куда-то унес труп Почему убийца унес отсюда тело? Что теперь делать, Джон? Я не знаю Надо подумать Нет, 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 нет Я знаю, к чему это сейчас приведет Соглашается Джон Что же теперь делать? Где купить тёпки? Вы говорите Джон, смотри сюда В подвал ведет лужа крови Пойдем за ней Я иду по луже крови в подвал Я нахожу кет Детектив раскрывающий тайну Получает в награду бутылку Джина А в подвале рядом бутылка Это погреб какой-нибудь Знаешь, с алкоголем Я такой, о-о-о, нашел Вы сейчас, знаешь, просто на труп наступали А типа, у него за бутылкой идет Вы устраиваете кутеж Мы выпиваем бутылку джинов За наше здоровье, говорит Джон Что теперь делать, Джон? Мы должны пойти в морг В морг? Пойдем в морг? Ну зачем нам в морг? Блин, было бы супер крутой твист, если бы этот труп оказался живым Морг находится рядом с полицейским участком Это тело убийцы, говорю я Да, тело убийцы, соглашается Джон Перед нами стоит офицер, просто такой Вы ко мне, типа? Говорите, ты же знаешь, кто я такой? Я куенный детектив В подвале трупа, я не знаю, что с ним делать И вырубаешься Потерять сознание, ладно Не теряйте сознание Когда вы приходите в сознание, вы находитесь в психиатрической больнице Неудивительно Наконец-то, да Наконец-то Спрашивает вас, кто вы? Я, Джон, глубокая глотка детектив, ты кричишь Ага, понятно Понятно-понятно Понятно Доктор Ага, понятно Лоботомерик Лоботомерик Сейчас Можно хотя бы, хотя бы один видос Я вот недавно посмотрела Джохана И вот там как бы, да Можно хоть один видос без отсылок, да? Сделаем лоу-кик Пять в лицо врачу Почему лоу-кик? Это бьется по ногам, но ты и пистанул ему в лицо Ты че, нахуй пять метров? Вы вырываетесь из веревки и наносите лоу-кик в лицо доктору Доктор падает на пол и умирает Вы убегаете из палаты и видите, как санитары уводят куда-то вашего напарника Джона Глобокого Глота Вы догоняете его, когда его несут на носилках Он привязан к носилкам Вы пытаетесь перекусить ремни, но в итоге получаете сломанную щель Джон, проснись Ты обосрался Тебя везут в морг Притворись живым Притворись живым Просыпайся, Джон, тебя везут в морг Кричу я Джон встает и пытается схватить меня Вот теперь можно его целовать, мне кажется Мы сплелись в страшном поцелуе В страшном поцелуе Мы сплелись в страшном поцелуе Мы настолько увлечены друг другом, что забыли о нашей миссии Санитары оставили нас в покое и мы продолжаем целоваться Приходит босс детектива, Гарь Он видит этот поцелуй и злится Что это такое? Что здесь происходит? Вы оба немедленно уволены! Кричит он Но, сэр, мы почти разгадали загадку Мы знаем, кто убийца Вы уволены, дело раскрыто Теперь мне придется наказать вас обоих Ну напиши, следующие несколько дней Нас насиловали в подвале Следующие несколько дней нас насиловали в подвале Гарри Он был садистом Иногда он использовал члены, чтобы проникнуть в нас Иногда он использовал палку, чтобы проникнуть в нас Когда Гарри вышел из подвала Я услышал, как он пукнул Пукнул и умер Когда Гарри вышел из подвала Вы услышали, как он пукнул и умер Вы почувствовали запах пердежа, разъедавший глаза Точно такой же, как и на чердаке с трупом И тут ты понял Это запах пердежа Гарри Если пук и Гарри пахли трупом на чердаке То вы могли чувствовать запах пука в Гарри Да, у меня есть нюх неплохой Вы бежите в подвал, где Гарри держал свой кабинет Вы видите фотографию вас и Джона Вы видите фотографию Гарри и вас Вы видите фотографию Гарри и Джона трахающих друг друга Гарри трахает Джона Просто реально такая доска типа Да, 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 с этими красными нитками такими И я просто Скажи, что это значит? Вы говорите, что все это значит? Неужели Гарри все это время был убийцей? Пока ты лихорадочно грыз ногти на руках Ты услышал шаги позади себя Ты обернулся и увидел Джона Который наставил на тебя пистолет Значит ты убийца? Пришел забрать меня с собой? Спрашиваю я Нет, отвечает Джон Я не был убийцей Я был сообщником Гарри Он был убийцей, а не я Я был тем, кто был с ним во время убийств Я такой, я в курсе, что такое сообщник Я был его сообщником Но мне не нужно тебе это объяснять О, понятно, ты был его сообщником Ну раз уж мы напарники Как ты сейчас поцелуя, бля? Ты же не забыл, что мы любим друг друга? Вы сплетаетесь в смертельном поцелуе Джон кусает твои губы, а ты кусаешь его Ты приходишь в бешенство, а ты кусок крови Джона Вы оба впадаете в безумное безумие Вы перепутываете другую глотки Вы оба иссякаете кровью и умираете Ужасная смерть Какой ужас Кровища ебаная Ну и дерьмо, бля Ой Господа, товарищи Мне плохо Я теперь не смогу говорить, улыбаться и, возможно, жевать Ох Я считаю, отличный, счастливый, счастливый конец Да Да, классный, классный, да Классное завершение Да, отличного, отличного дела Понимаю Боже Какой ужас Какой ужас Я, если честно, боялась, что Вот помните, когда мы смотрели эту историю с зонтиком Оно вот очень-очень-очень долго И даже, знаете, уже прям Через... уже как-то неприлично долго затягивалось, да И это все понимали И такие, надо как-то, надо как-то уже выворачивать, выворачивать А оно всё не выворачивалось и не выворачивалось Вот тут так же, типа, пробуем, я такая, ну, давай, давайте уже, давайте уже, давайте уже, как-нибудь Ой И я немножко отвыкла от видосов Руди, потому что больно Ну, в смысле, типа, устали очень человеки, они прям напряжены Они прям напряжены, мои сколы Руди, спасибо большое за видос Да, было очень больно Было очень больно Ну, конец грустный Я, если, если, если кто-то плачет, ребята Держитесь Держите платочек Это, правда, полотенце, но всё равно держите Напомню, что ссылочка на регион будет в описании Надо, типа, 7 месяцев прошло, где 120 лайков, чтобы вышла 9-ая часть Вы чего? Вы чего? Ну, блин, если бы труб оказался живым, было бы прям мега классно Мне кажется, это было бы прям очень такое интересное ответвление Как будто бы, как будто бы Ну, ладно Ещё разочек спасибо за просмотр Лайк, подписка, колокольчик и всё Пока-пока